Сегодня хотелось бы вместе с вами вспомнить о этих последних минутах земной жизни нашего Спасителя и Господа, которого пригвозили ко Кресту, распяли, предали поругание, и Христос пострадал за весь человеческий род. Вспомним о тех словах, которые сказал, умирая на Кресте наш Спаситель. Церковь сохранила в Святом Евангелии семь слов, сказанных Господом со Христа. Глава которой распятый Христос, предварительно преданный избиению, бичеванию, который был увенчан терновым венцом, истекая кровью, с каждой минутой теряя дыхание земной жизни, Иисус Христос обращает свое первое слово к Небесному Отцу и говорит, Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Давайте обратим эти слова сегодня не только к тем, которые стояли и кричали ему, распни. Давайте обращать эти слова, сказанные людям, которые стоят у Креста, которые жили тогда и живут сегодня. Как много современных людей творят то, что не только не согласуется с нравственным законом Бога, но и то, что явно противоречит, а иногда и просто противится этому Божьему закону. Люди, забывая о покаянии, о жизни по заполнению, живут как хочется, предаваясь чувственным наслаждениям, страстям, порокам и грехам. И снова эти слова обращены не только к иудеям, распинающим Христа, но и ко всем нам. Отче молит о нас грешника Христос. Прости им, не ведают, что творят. Наверное, поэтому и болеем, поэтому и страдаем, поэтому сидим заперти, сидим по домам, потому что не ведаем, во что творим. Разве можно так жить людям сегодня, забывшим своего Творца и Бога, которые поставили цели своей жизни, зрелища, наслаждения, удовольствия, путешествия? А разве Бог при этом, при всем не видит то, что творилось и творится на земле? И снова с Христа Он возносит эту молитву. Прости им, Отче, не ведают то, что творят. Это первые слова, которые сказался Христа наш Спаситель. Потом Он обращается к благоразумному разбойнику, так называет Его Церковь. И второе Слово Свое обращает именно к Нему. Почему? Почему Христос начинает говорить с тем, кто рядом? Ведь со Христом были распяты два разбойника. Один по левую, другой по правую сторону. Но Спаситель отвечает на сердечный вздох и мольбу этого грешника, преступника, который, обращаясь ко Христу со словами глубокого покаяния, говорит, «Господи, помяни меня, когда Ты придешь его Церковь». И вот за это покаяние, за этот вздох любви к Господу, уже умирая со Христа, успевший разбойник, обратив ко Христу, слышит от Него второе Слово, которое сказал Он с Христа. «Аминь, аминь, говорю Тебе, нынче же будешь со мной в районе». Как это относится к нам? Разве только разбойнику сказал Христос эти слова? Спаситель сказал это всем кающимся грешникам, все, кто будут исповедовать грехи свои, о чем сказал Сам Христос, «Покайтесь и принесите достойные плоды покаяния. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Вот если мы с вами покаемся от всего сердца, перестанем делать зло, научимся делать добро, будем вступаться за сироту, будем защищать вдову, мы научимся с вами делам милосердной любви, успеем исправить свою жизнь, пока мы не умерли, то тогда Господь и нам скажет, «Нынче же будешь со мной в районе». Я хочу привести вам пример. Сегодня люди собирают подписи, чтобы священникам разрешили войти в эти барокамеры, где сохраняются заразившиеся больные люди коронавирусом. Пустите батюшек, чтобы они могли причастить умирающих людей, которые умирают без покаяния. А я хочу задать сегодня вопрос. А почему взрослые люди, прожив столько лет, ни разу не исповедовались, ни разу не причащались, а только на смертном одре понадобились священники. А может быть было время, когда Господь звал своих словами, «Покайтесь, ибо и к вам приблизилось Царствие Божие». А люди говорят, да зачем? Футбол, наслаждение, зрелище, водка, танцы, ночные клубы, кальяны. Зачем и вдруг, заболев и умирая, понадобились священники? Вот почему? Не откладывайте покаяния. Это милость Божия к этому раскаивающемуся грешнику, который, будучи преступником, все-таки успел покаяться перед Господом. И получил не только прощение, но и первый вошел с Господом в рай. Третье слово, которое обратил Христос с креста, Он обратил к своей пречистой матери, деве Марии. Он, посмотрев на нее, и рядом с ней стоявшего Иоанна Богослова, своего возлюбленного ученика, который был с ним на тайной вечере, сказал, Джен, все сын твой. А обращая свой взор с креста, и распростертый на кресте руки, Он посмотрел на ученика своего и произнес, все мати твоя, и взором показал на пречистую Деву Марии. И тем самым Христос усыновил нас, своей пречистой матери. И мы с вами все являемся детьми рода христианского. И вот это то третье слово, которое сказал наш Господь Иисус Христос со креста. Четвертым словом, которое было обращено Господом, это были слова Его молитвы. Или, или, ломасово хвани, что значит, «Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил?» И вот мы иногда с вами переживаем это чувство оставленности. Господи, почему Ты нас оставил? Господи, почему нам так тяжело, иногда страшно, иногда больно? Иногда так одиноко? Господи, почему Ты нас оставил? Эти слова повторяет Христос. И мы повторяем, как люди, вместе с Ним. Или, или, ломасово хвани, «Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил?» Но надо сказать, что Бог никогда не оставляет возлюбленных в Своих последоватиях. Он всегда рядом. Я всегда рядом. Я с вами во все дни до скончания века. Это мы иногда, оставляя Бога, чувствуем эту оставленность и свое человеческое одиночество. Но Бог всегда с нами. И это слово, которое сказал Христос у Креста, должно еще раз пробудить в каждом из нас чувство надежды, чувство упования, чувство сострадания нашего Господа в каждом из нас. Он сострадает, то есть страдает вместе с нами на кресте. И, следующее слово, которое обратил Христос, возобив к людям и к Ним, жажда. Почему Христос говорит жажду? Да, с вечера ему не давали пить. Шесть часов после того, как ему просто мочили губы, задыхаясь от пересохлости во рту, он произносит эти слова. После чего один из воинов кунает на копье губы, растворенные уксусом, и дает ему, чтобы он утолил жажду. Господь, ты, который являешься источником, творцом всех рек, святых и чистых хрустальных источников, морей и океанах, ты жаждешь, но человека нет, чтобы дать тебе даже глоток воды. До какого же уровня бесчеловечности доходит современный мир, что даже стакана воды не находится для того, кто создал море, реки, источники и все воды, и все, что в них. И потому Христос произносит эти слова, но по оттолкованию святых отцов. Эти слова не просто о жажде человечества, не просто о желании напить воды и прохладить иссохшие люди. Это жажда в высочайшей степени пострадать, проявить всю свою любовь за людей, за тех, которые забыли о Боге. И Бог по своей любви пришел отдать себя и свою жизнь, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Вот почему Он жаждал не воды, не напиться, Он жаждал нашего с вами искупления, нашего с вами прощения, нашей с вами победы над смертью. Следующим словом, которое сказал Иисус Христос со креста, это было то слово, которое утверждает цель Его прихода на землю. Свершилось. Увенчанная терновым венцом, глава Спасителя снова поднимается к небесам и произносит это слово. Свершилось, что свершилось, Господь, свершилось то, ради чего Христос приходил к нам. Свершилось искупление человеческого рода от греха, проклятия и смерти. И последнее, седьмое слово, которое было сказано Иисусом Христом с креста. Мы в эту минуту с вами вспоминаем последние минуты земной жизни нашего Спасителя. Он произносит последние слова. «В руки Твои, Господи, предаю Духу Богу». Эти слова мы с вами произносим, отходя ко сны. «Каждый христианин, который ложится спать, осеняя себя крестом, говорит слова, последние слова, которые произнес Христос со Христа. «В руки Твои, Господи, предаю Духу Богу». Эти слова укор всем нам. Христос отдает свою жизнь за нас, а Дух Свой возвращает в лоно Небесного Отца, в котором Он был всегда и всегда будет. И вот вспоминая сегодня последние минуты земной жизни нашего Спасителя, каждый из нас пусть не забудет этих слов, которые были сказаны им. С самого позорного аргудия смерти, которое было изобретено еще за 300 лет, персами до распятия. Римляне за 150 лет еще больше ужесточали это наказание распятых людей, которые принял наш с вами Спаситель. К чему нас должен призвать сегодняшний день? Мы должны наконец понять, что сделал ради нас Христос, что сделал Он ради каждого из нас, ради наших семей, наших детей, наших близких, ради нашей России, ради живущих во всех странах мира, ради всех людей. Что сделал Христос? Он отдал свою жизнь. А мы, что мы делаем ради Христа? Что мы отдаем ради Христа? Когда мы снова отдаем Ему поругание, заушение, свое неверие, свое безбожие, свои страсти и грехи? Или, наконец, мы вспомним об этой жертве за каждого из нас и вместе с разбойником скажем, Господи, прости нас и помяни нас, когда Ты придешь в Царство Твоего. Нам нужно не забыть пятницу каждого дня в неделю. Нам нужно помнить о том, что в среду Иуда предает Христа на распятие. А в пятницу Иисус Христос принимает добровольную смерть за каждого из нас. Вот почему давайте с сегодняшнего дня, невзирая на обстоятельства, после светлой седницы, когда она объявлена сплошной, будем в среду поститься в воспоминания страшного предательства человеком нашего Спасителя. А в пятницу в знак того, что Сам Христос претерпевает страшную смерть на Христе, нас ранен и нашего ради спасения. И, конечно, поймем, наконец, для чего Христос приходил в этот мир. Для того, чтобы был поруган, чтобы был посмеен, для того, чтобы был распят. Если бы на этом только событие, которое мы сегодня вспоминаем, закончилось Евангелие, мы бы были самыми несчастными людьми. Если бы Христос не воскрес, то и вера наша была бы тщетной, тщетной была бы и проповедь наша, и проповедь апостольская. Но Христос воскрес был и нам, и всему Собшему подарил вечную жизнь. Вот потому и мы в канун Светлого Христового Воскресения должны вспомнить Его слова, которые Он обратил Марфу к сестре Лазареву, когда сказал, «Я есть в воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, ожидает». И мы верим в то, что Христос Своей смертью, смерть победил, добро победило зло, истинно побеждает ложь. Вот почему уже так трепетно скучит наше сердце, потому что впереди светлый праздник победы жизни на смерти, когда мы вспомним эти удивительные по смыслу слова. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровал.